Привет всем зрителям и подписчикам моего канала! В этом видео я покажу вам коллекционную живопись, очень крутую картину. Если вы хотите разбираться в картинах и в художниках, посмотрите это видео. Так, ну что, вот мы видим картину Севастьянова. Вот она, гляньте, даже с номера лота, она выставлялась на аукционе, на интернет, на онлайн-аукционе. Вот, видим Виктор Севастьянов. Рассказать про этого художника и эту картину я позвал Константина Шаповалова. Он является коллекционером и сам художником. Вот его канал. Советую перейти, подписаться обязательно на его канал и посмотреть, так как у него очень много интересных, полезных роликов, как по фалеристике, так и по живописи. Ссылочка будет в описании. Виктор Григорьевич Севастьянов. Хорошие две работы. Вы, Алексей, да, я тоже очень доволен, очень рад, что они у вас есть, эти две работы. Вот, фактически, я помог вам, чтобы в вашей коллекции они появились. Одна из них непосредственно с авторской подписью Севастьянова. Вот, и на обоих есть удостоверяющая табличка такая, дочери, родной дочери Виктора Григорьевича Севастьянова, удостоверяющий, что это подлинник работы ее отца. Немножечко расскажу про Севастьянова Виктора Григорьевича. Родился 1 июля 1923 года в Одессе. Умер в 1993 году в Киеве. Прожил 70 лет. В 1945-1947 годах учился в Одесском художественном институте. Его преподавателем был известный одесский художник Тодоров. В 1947-1947 по 1952 год игрок футбольной команды «Динамо Киев». Вот интересная такая вот черта в его биографии. И историки говорят о том, что это единственный художник, единственный художник, который был еще и известным футболистом, игравшим на таком уровне. Всего участвовал он в 24 выставках групповых. Вот это было и Москва, и Киев, и за границей. И 5 выставок уже провели за рубежом. Провела семья художника, когда уже Виктора Севастьянова не стало. Это в 1996 году в Нанте во Франции. В 1997 году Рен, Франция. В 2003 году Брюссель, Бельгия. В 2004 году опять Брюссель, Бельгия. И в 2011 году Париж и Страсбург, Франция. Работы Виктора Григорьевича Севастьянова находятся в фондах Горловской картинной галереи, в Донецком художественном музее, в Мариупольском краеведческом музее, в Красноградском краеведческом музее, в Херсонском краеведческом музее, в Мельницком художественном музее, в Уманском краеведческом музее, в Яготинском историческом музее, ну и также в других музеях Украины и России, в частных коллекциях и собраниях Англии, Франции, Бельгии, Канады, Германии и России. Так, в 2008 году в Барселоне итальянским коллекционерам Пако Маскулани были приобретены три работы в Севастьяново в общей сложности за 180 тысяч евро. Вот такой вот художник Виктор Григорьевич Севастьянов. Конечно же сейчас это копейки за те цены, за которые продаются эти работы, их можно приобрести, это просто копеечные смешные цены, ну и конечно же это очень хорошее сейчас время для коллекционеров, для того чтобы пополнять свои коллекции, для того чтобы приобрести действительно шедевры музейного уровня, вот потому что работы сейчас есть на рынке, которые стоят буквально там 300, 400, 500 долларов, 200 бывает долларов иногда, а вот такие небольшие работы и того меньше стоят, это работы коллекционные и работы на самом деле музейного уровня. Конечно же можно только поздравить коллекционеров, которым повезло и они смогли приобрести такие работы. Еще хочу добавить, что в 2012 году в Киеве в Музее Русского Искусства, так тогда он назывался, сегодня он называет Национальный музей Киевской картинной галереи, было в Евро-2012 была проведена двухнедельная выставка, которая называлась Времена Года, выставка, где было больше 30 работ Виктора Григорьевича Севастьянова. Притом при всем, что эти работы предоставили музею коллекционеры, даже не семья художника, а коллекционеры. И выставка как раз проходила во время проведения в Киеве, и не только в Киеве, в Украине, Евро-футбольного чемпионата, чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Вот такую вот информацию я могу дать сегодня, рассказать про Виктора Севастьянова и про Владимира Сидорука. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. И всем хорошего настроения. Занимайтесь тем, что вас вдохновляет. Всем пока!